В ситуации на фронте поговорим с Николаем Маломужем, это генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины с 5 по 10 год. Николай Григорьевич, мы рады вам в эфире Фридом. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, доброе утро, слава Украине. Героям слава. Николай Григорьевич, ну что ж, от вас традиционная аналитика, ваше наблюдение по самым ожесточенным боям на восточном направлении, пожалуйста. Ну, в первую очередь, действительно, мы говорим о Покровском направлении. Враг все-таки пытается решить задачу прорыва в этом секторе. И подчеркиваю, что это четкое указание президента России Путина. Но мы имеем сегодня другую расстановку сил, потому что Курская операция, которая сейчас активно проводит, очень мощно дезориентировала, в первую очередь, и самого Путина, Генштаб и спецслужбы Российской Федерации. Они еще пытаются, да, атаковать и на Покровском направлении. Мы видим, как попытки поэтапно хотя бы отвоевать несколько сот метров. Но уже эти задачи, как и решались ранее, с более-менее, знаете, переменными успехами. Мы где-то проводили маневры, отходили, носили удары по тем позициям, где они заходили. Сейчас уже менее активно пытаются пробивать. Часть людей, они все-таки вынуждены или снимать, или готовятся к ротации на Курское направление. Дезориентация стратегического уровня, это на политическом и на политическом уровне, позволила в некоторой мере ослабить удары буквально эти два дня. Поэтому, да, Покровск остается самым такой пристреленным врагом. Попытки еще продолжаются, но пока таких массированных, а так с применением уже резервов, ну, последние два дня не массово не отмечается. Конечно, попытки были на Краматорском направлении продвигаться. Я беседовал с руководством ряд бригад. Действительно, ситуация сложная, но проводятся огневые удары. Теперь уже так же по тех позициям, где враг пытался зайти, например, возле Часова Яра. Определенные позиции мы сейчас не только освоили, а запустив в определенный сектор врага, начинаем их уничтожать. Это очень мощный и правильный тактический маневр. Где-то отойти на позиции, где мы не имеем возможности эффективно накрывать огнем. Враг подходит, а затем проводится пристреленная огневая операция. Это позволяет нам уничтожать большое количество противников. Мы видим уже даже за неделю, как обычно, около 8200 человек уничтожено. Лиманское направление, ну, а враг пытается еще активизироваться. С этим сектором предполагает то, что где-то мы, может, ослабим позиции, то есть направим на подкрепление Курщина, на другие сектора, часть своих войск. Ну, и, соответственно, пробивать хотя бы на таком тактическом уровне или хотя бы держать часть наших войск в этих секторах. Ну, Харьковское направление чувствительно ослабло в отношении наступления на Харьковских секторах. Это и мы говорим не только о направлении север, а его часто, например, там глубокое явно уменьшилось, но и Покровское направление, которое было также тяжелое. Они пытались буквально два дня назад пробиваться, несколько сот метров даже прошли, но проводили очень мощные контратаки, и поэтому в данной ситуации не удалось им продвинуться, и теперь уже тоже дилемма, куда, как и направлять резервы. То есть мы можем концентрировать сейчас внимание на то, что именно вектор стратегических военных операций и, соответственно, резерва потока передвигается, конечно, на Курское направление, так как считаю, что мы провели очень, так сказать, неожиданную операцию уже над территорией России по уничтожению и военных средств, логистических каналов, контроля над эргитическими средствами. Это для России уже остается форматом не только военной составляющей, а военно-политического престижа, первую очередь, руководство. Поэтому и ситуация на фронте меняется. Без этого со многими нашими командирами различных уровней, вот эти события последние буквально дней все-таки поднимают дух наших воинов. Они верят, что есть альтернативы, что есть успехи, и это уже, конечно, повышает наши активные действия на фронтах, на других секторах. Видим, что уже запорозкое направление враг несколько раз пытался за эту неделю проводить к атаке, но даже, я прямо скажу, не только тактические, а элементарных успехов не достиг. Мы проводили очень активные огневые удары. Очень важно сейчас враг уменьшить количество ударов и кабл, так как, во-первых, провелись успешные операции нашей спецслужбы, Гор и Служба безопасности Украины, и уничтожили большое количество складов. Только на одном складе мы видим более 7 тысяч единиц. То, что било по нашему фронту, по секторам, по Кровский, Пураховский, Торецкий, Краматорский, по Волчанску, сейчас это явно уменьшилось. Вторая составляющая, это, конечно, F-16, которые сдерживают авиацию противника. Они уже не так активно боятся. Ну и, конечно, системы ППО. Поэтому в данный момент тут уже мы имеем определенный паритет, а в некоторой ситуации понуждаем противника отходить или не применять такие средства. Правильно начинаем пристреливать в этих же секторах ракетные системы, не только баллистики, которые летят издаля, там сложно достать, бывает, нужно только дронами или тактическими ракетами. А вот уже при фронтовой зоне и в зоне потоки или концентрации резервов, вот тут мы уже пристреливаем ракетные системы, огневые средства, еще в тылах или на дальних расстояниях. То, что говорил Зеленский, что очень важно уничтожать до, еще разворачивали до пусков. Это упреждает возможное нанесение ударов и по войскам, и по гражданским объектам, и конкретно городам. Как мы говорим, Сума, Харьков, Запорожье, ну и другие, конечно, населенные понты Украины. Я думаю, что сейчас определенный паритет наступает в огневых возможностях. С учетом курских событий будут маневры со стороны врага с боевых участков, потому что там те воинские формирования и представители Росвардии, спецслужбы оказать противодействие практически не могут. Поэтому Россия сейчас уже вынуждена перебрасывать боеспособные части на это направление. Это будет послаблять, и в любом случае, я вижу, по вновь секторам наступательный потенциал врага. Мы будем готовиться, конечно, к другим операциям, которые будут неожиданны для врага, и в тех точках, где он имеет более слабые позиции, мы будем разворачивать дополнительные наступательные операции. Я думаю, изменение стратегии введения войны, как мы неоднократно с вами говорили, на проведение ударов в тех секторах, где враг не ожидает, это сейчас новая перспектива для наших вооруженных сил. Николай Григорьевич, а что можно сказать, где украинским войскам удалось перехватить инициативу, скажем так, на каком участке фронта? И вот вы говорите, что придется врагу перекидывать свои войска с тех участков, где сейчас они занимают, это, возможно, с востока, скорее всего. Сколько времени нужно врагу, чтобы пополнить обратно, либо же новыми силами, либо же перекидывать их, возможно, с каких-то других границ с другими странами? Ну, во-первых, Россия не имеет стратегических резервов, которые могут вести активные боевые действия. Многие, так сказать, оценивают, что тут безмерные ресурсы, но в России их подготовленных нет. Поэтому в данной ситуации они вынуждены проводить мобилизацию, рекрутинги различные, обещают там громадные средства на обеспечение каждого военнослужащего. Ну и, конечно, это без особой мотивации, без перспектив выжить. Вот поэтому те резервы, которые они готовили в тылу, это 360 тысяч, они заявляли, подготовились на протяжении полугода. Вот, соответственно, они пытаются сейчас их направить и на восток, и некоторые части пытались направить для прикрытия границ. А это нужно прикрыть не только Курскую, это Белгородскую, это Ростовскую, это Брянскую область. Теперь они уже будут дуть на холодные или на горячие. Поэтому в данной ситуации им нужно развернуть еще новые части. Их фактически боеспособных нет. Или нужно снимать с фронта, что это угроза для них нашими контратаками. Это все, я прямо скажу. Мы можем их выбросить, например, на севере, возле Волчанска, там уже предпосылки есть. Не имея резервов, мы окружаем ряд подразделений, которые захватили по-другому в Волчанске или в других секторах, например, тоже глубоко с флангов. Они вынуждены будут убегать оттуда или будут уничтожены. Точно так же по ряду секторов на востоке. Там есть линия, которые мы можем сейчас организовать фланговые удары и, конечно, уничтожить по секторам. А там это и предпосылки наступления. Хотя мы можем и альтернативные варианты, и на территорию и Российской Федерации, и на южных направлениях, где враг не ожидает, и даже большая операция по Крыму. Это была такая мощная составляющая, что враг это точно ничего не сможет сделать, когда будут уничтожены все лазийские пути, и Кельчинский мост, и паромные переправы одномоментно, и пусковые установки аэродрома превращаются не в крепость, а в Большую Западнюк. Поэтому сектор работы для нас есть и на тактическом, и на стратегических уровнях, и, конечно, больших резервов боеспособных. Сегодня Россия не сможет подтянуть. Секторально – да. Например, там на Курск они подтянули ряд спецназов, главного управления разведки, подтянулись уральских и других, а круглого потяга сейчас уже движение идет. Но это не боеспособные части, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях. Это те, которые там где-то диссоциировались. Но снять еще с других границ, я прямо скажу, граница в России – это десятки и десятки тысяч километров. Чтобы размещать возле этих границ, особенно стран НАТО, например, Калининградская область, например, Ленинградский военный округ – это территория возле Финляндии, только 1250 километров. Держать там позиции нужно также целая армия, а теперь уже округа. Для этого нужно сотни тысяч военнослужащих. Снимать с этих регионов – это опасно, как они считают, особенно со сектора НАТО. Поэтому больших передвижений с других частей или с других регионов не будет. И сконцентрировать большое количество – очень тяжело. Николай Григорьевич, возникает вопрос более подробно, если о временно оккупированной части Левобережной области, Херсонской области, если говорить за нее, и за Кенбургскую косу, за временно оккупированный Крым. Вы говорите о том, что нужно уничтожить логистику. Но можно ли говорить о том, что силы обороны Украины абсолютно все военные объекты и все переброски видят на временно оккупированном Крыму? Уязвимым ли стал полуостров за вот последнее время? Ну, мы видим, что уже часть аэродромов полностью уничтожены. Есть 5, 2, вообще не функциональные. 3 под единственным прицелом наших ударов. Мы носим по Бельбеку, например, по другим, где они считали, что это неприступные аэродромы, система ППО «Панцер-С». Но пробиваем, наносим удары, повреждаем самолеты, ангары, склады боеприпасов, те же ракеты. Вторая составляющая – это Черноморский флот. Мы уже об этом не раз говорили. Уничтожено до 30% состава. И тем более ракетоносители, подводные лодки, две остались боеспособные, реальные. Ракетоносители осталось где-то около 40%. Сегодня еще в строю. И боятся подняться или выйти на боевые позиции. Поэтому такие форматы, где они могли бы стратегически задействовать ресурсы, они уже существенно подорваны или находятся под нашим прицелом. А вот если мы говорим об операции, мы имеем практически все разведданные о всех огневых средствах на территории Крыма. И, соответственно, нанести одномоментные удары всеми осветствами, я условно говорю, атаканцами, страушедами, скальпти, омониксами, например, дроновой системой всех типов и баллистических, воздушных, и надводных, и, где необходимо, подводных. И, конечно, это мощные удары тогда дальнебольной артиллерии, если уже мы говорим о наступлении. Это все. Уничтожается логистика, уничтожается пусковой установки С-400, которую мы накрывали неоднократно. Соответственно, авиация не поднимется. Чем защищаться там? Практически нет. Еще я просто знаю хорошо оперативную обстановку по Крыму, мы глубинно работаем по этому направлению. Там очень такие, знаете, настроения, где-то бегство. И среди военнослужащих, членов семьи особенно, то, что если начнется что-то серьезное, нужно заранее бежать. Это уже предпосылка того, что морального духа такого поддержки нет. И куда-то еще, где-то переместиться, или наоборот, направить какие-то средства на поддержку, будет очень тяжело. Кораблями там не навозишь. А в данный момент паромные переправы, если Крымский мост уничтожен, это уже основные артерии, которые могли бы поддержать или военные части, или служить пока логистикой, даже до того, как Крыма, Керсона, и Запорожья, южный логистический коридор. Это то, что все могут быть уничтожены, но во время проведения, прямо подчеркиваю, стратегической подготовленной операции по освобождению и южных регионов, первых, Керсон, сейчас мы этот сектор берем, ну и самого Крыма. Это хорошая перспектива. И наши военачальники, и наши партнеры, ряд генералов, указано то, что генерал Ходжинс, например, и другие, что это очень перспективное направление. Но оно должно отработано в свое время. Когда мы будем к этому готовы, когда враг будет отвлекаться на другие сектора, мы можем отработать большую операцию здесь. Спасибо вам большое, Николай Григорьевич, что нашли время к нам присоединиться. Напомню нашим зрителям, Николай Маломож, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.